друзья мои и 28 танк 28 от меня 4 балла это плохой так даже когда он прокачаны возможно конечно дело в том что у нас неопытный был экипаж даже вот прокатав около 100 боев мы точно сейчас подсчитаем мы не смогли закрыть стопроцентные готовности как экипажа управлять данной машиной при этом если посмотреть на технику той стороны что она из себя представляет после полной прокачки я не говорю о том когда он не прокачан когда он не прокачан это стопроцентный как я его прозвал гробик имя этого танка это гробик потому что он большой квадратный и очень заметный и в нем по сути дед брони достаточно с одного снаряда правильно попасть и вас не станет особенно если вас закинуло к танкам шестого уровня они как раз убиваются одного снаряда это самые прекрасные моменты когда вы бьете по их броне бьете царапаете царапаете даже поцарапать не можете просто шлифуете он просто поворачивается прицеливается и вы понимаете гробик сделал свое дело правда по отношению к экипажу они к врагам это уже нюансы и вот именно за это свойство гробовое я ставлю 4 балла и говорю что это плохой танк даже когда он полностью прокачан его единственное преимущество скорость которая нивелируется огромными габаритами он большой длинный и высокий и всегда выпячивается и говорит но дай мне дай мне а еще брони деду как ему бац и лежит на карте знаете мне напоминает т-28 выскочку который задиру даже то задиру но задиру которые и драться и не умеет и хлюпик такой знаете а задираться любят и вот такой давай дай бац и лежит вот вот т-28 это вот именно такой танк который может по задираться но как только нему серьезно захотят дать сдачи он сразу же садится на попу ровно или вообще ложится в декаут это связано еще с тем что у него нет хороших орудий есть хорошие орудия по пробиванию но у них ужасный разброс то есть они не попадают куда ты стреляешь они попадают куда хотят то есть ты выстрелил и видишь снаряд полетел по параболе вот самый верхний вместо того чтобы в точку летит ты выстрелил теперь по самой нижней параболе то есть снаряд очень редко летит в точку куда ты прицелился он летит куда ему хочется и по настроению бывают орудий которые более точные все-таки снаряд летит относительно в цель но они или вообще не могут пробить врагов если вас закинуло в шестой уровень на шестой уровень танков или пробивают но вам нужно столько раз попасть то есть если вы встретите с артой то вам повезет вы и убьете с трех снарядов надо еще три снаряда успеть выстрелить скорострельность принципе нормально но арта хотя бы разочек по вас умазать может если экипаж не запаникует а вот если она по вам выстрелит скорее всего вы не уцелеете потому что у вас жизнь в основном достаточно одного снаряда в правильном правильное место в пинок в пятую точку и вы уже полетели на следующий матч поэтому это танк для тех кто хочет проявить мужество и показать что именно его навыки как раз и являются залогом победы а никак не техники тоже техника делает все возможное для того чтобы вы погибли в сражении и если вы в этом сражении вы выжили или тем более закрыли мастера на этом танке я перед вами снимаю шляпу и могу сказать что вы умеете ездить на танках то есть я считаю что если кто-то на этом танке при полной прокачке давать все-таки при полной потому что можно скидрить поставить то другое вроде выбьет мастера эти ребята правда умеют сражаться на этом танке если конечно конкуренция невысокая но я так посмотрел конкуренция высокая я набил аж на этом танке максимально четыре противника и получил всего лишь третий или второй ранг вроде третий ранг хотя я убивал меньше противников и давали ранг повыше я не знаю как тут ранговая система работает то есть она тоже чудит если честно потому что за четыре фрага мне дали третий ранг а за один или два танка подбитых в сражении сразу второй поэтому как там определяется возможно все-таки имеет значение только ваше пробитие но и нас на то сколько вы заметили противников в сражении так что если вы будете конечно отыгрывать с точки зрения разведчика у этого танка высокая скорость и вы умеете на нем маневрировать будете носиться знать хорошо карту уходить из-под обстрела вы способны на нем набить мастер но мне интересны те игроки которые бы смогли набить мастера здесь за счет на ликвидации противников за счет фрагов поэтому наверное я снимаю шляпу перед теми мастерами которые взяли эту этот это значение за счет уничтожения техники противник потому что с такими орудиями с таким пробитием это нужно попотеть чтобы свершить да и только удача нужно чтобы против вас играли вставшие люди которые не успевают реагировать на ваши быстрые маневры хотя ваша тушка видна и можно принципе прикинуть куда вы едете поэтому 4 балла посмотрим что скажут зрители если написали я бы сказал что т-28 танк поддержки в том-то и обидно фридрик что я в основном всегда добирал фраги вот представляешь человек видит и думает вот я сейчас убью этот танк а и единственный способ нет большинстве случаев подбить танк это добрать у кого-то поэтому да я там поддержки с такими орудиями лучшего не светит или как говорится разведчику упитанных форм игру с широкоплечий которому так подфартировала что отправили в разведку но тогда точно можно назвать тебя гробиком потому что сам понимаешь высокорослый амбал там еще и широкими плечами пошел говорится смотреть где творится а там еще так кустики такие реденькие низкие а ты такой высокий широкий и осталось только молиться тоже бы не подбили ну или в том случае где подстрелили тебя это у того разведчика больше шансов потому что он может пригнуться как-то ползком и его силой будет не вид как ты видишь как бы я не приседал тут полу присядкой автор при таком вот ну как тут даже спрятаться на этой технике не получат поэтому да только добирая фраги у других можно как-то себя проявить на этой технике я считаю этот танк конечно вот знаете я выложил видео историю по этому танку как раз из-за своих вот этих больших форм танк тогда не смог уйти после того дерзкого рейда из города потому что если бы он был бы с такой же скоростью до пониже до поменьше не так приметен он бы смог удрать то есть ну вы эти пулеметы были слишком излишне но наверное в наших компаниях так точно посмотрим конечно если какой-то танк появится который еще больше меня поразит увидим я тогда об этом скажу на пока это самый лучший танк который мне попадался план того плане своих возможностей поэтому я его назвал гробик мы на нем катали аж целых три трансляции инженер где ты был можно было со мной поиграть как ты видишь третья трансляция вообще позволяла играть в команде вроде ты хотел ну ты знаешь мне сейчас будет сложно зайти в дискорд потому что я вот притык заканчиваю и что если только завтра после трансляции заглянешь постараюсь заглянуть сейчас не получится ну или напиши мне тогда посмотрим сегодняшние результаты сегодня мы уже лучше сражались но потому что экипаж прокачался и тех орудия было получше им раньше значит хотя знаете сейчас смотрю на победы и понимаешь что все равно не сильно тофу портил за сегодняшнюю трансляцию значит побед 16 поражение автоматически если одна ничья 18 на 18 поражений правильно же да да и одна ничья и 1 давайте смотреть общую статистику данного танка общую статистику данного танка для нас она выходит удручающе на самом деле побед на этом танке я совершил 44 победы на на 61 поражение 61 поражение и 2 ничьи поэтому я говорю что этот танк сейчас нам очень сильно подбил статистику по сути похоронил ее ничего теперь осталось только выбраться наружу после таких стараний ну что ж посмотрим мою теперь статистику танках значит себе пометки сразу поставлю уровень побед 46 и 53 сотых ну еще как бы не худший вариант я думал будет еще хуже я три сотых точность 53 19 53 и 19 сотых процента как видите если сложить бои мы накатали сто семь боев на этом танке из 107 боев 44 победы 51 поражение 2 ничьи такая у нас ребят статистика на т-28 гробик